Алло. В прошлом видео я все-таки начал застраивать правый берег города, но в этой серии я расскажу, что большие идеи, которые я принимал и реализовывал, вполне могут продвинуть мой город в плане его размеров. А мы начнем. Первое изменение, которое можно замерить, это изменение текстуры дорог. После длительных раздумий и опросов я все-таки решил сменить черный бетон на глубинный сланец. С выбором данных блоков мне помог коммунист, который мне уже довольно сильно помог в разных решениях. В целом, довольно позитивно повлияло на сам город. Прошло немало времени и сил на то, чтобы построить и обустроить несколько микрорайонов и перенести многие объекты подальше в креатив-зону. Сейчас я говорю об Майнска-арена, которую я решил перенести из-за идеи перенести ее в другое, более подходящее место. То же самое преследовало и старые объекты еще с первых серий города. Они до сих пор находятся на карте, но надолго ли? Скорее всего, я буду смотреть на них с грустью, вспоминать то время, когда я уже не думал снимать о городе. Ладно, видео немного не о том. Пожалуй, я продолжу переделывать свои старые ошибки. Хорошо, убрали и перенесли старые объекты с города. Что теперь? А теперь я просто их заставлю обычными пятиэтажными хрущевками, которые уже скорее на такой высоте не появятся в городе, так как я провел голосование у себя в дискорде и большинство голосов выбрало 4 блока на этаж вместо 5. Может оно и к лучшему. Кстати, Харьковский район претерпел довольно больших изменений. Скорее изменилось расположение парка и зданий. Если раньше здания выглядели довольно однотипно и что-то было так не особо. Сейчас же предлежащие здания, как и гаражи, выглядят довольно органично. В центре района я решил поставить двятиэтажное здание. Оно выделяется среди других зданий, что и дает ему какую-то нотку особенностей в городе. Далее были переставлены старые здания на новые, о которых будет в самом конце. Еще, не отдаляясь от темы, я хочу сказать, что уже нет юго-западного городского леса. Вместо него сейчас там находится довольно огромный жилой массив и новый ЖК Франция. Если не ошибаюсь, на момент выхода 10 серии он был в креатив зоне и я сильно задумывался о его постройке. Данный жилой массив является скорее уже вторым по населению в городе уже после Иллинского или не Олегсбургского. В этом районе используются здания P57, 111-162-2P, 111-162-1P и сам ЖК Франция. Также на этом месте находится большой магазин Эпицентр, который, как и в реальности, находится на краине города и в густонаселенных районах. Также тут находится заправка Fox Oil и магазин АТБ. Переместившись ближе к Чефаевскому району, можно заметить, что железная дорога, которая спустя почти два года, становится на данном моменте в тупике. Насчет продления линии дальше пока совсем идей почти нет, но вскоре это же деление может дальше вести на другие направления. Чефаевский район тоже не остается без изменений. Один из микрорайонов был построен по типу уже вами увиденных в Харьковском районе. Это единственный такой микрорайон Чефаева, так как данный район скорее малоэтажный. Это можно заметить, если посмотреть с центра района, где можно увидеть пятиэтажки. Но уже к окраинам видны девятиэтажные здания. Кстати, пока не забыл, вот эти девятиэтажные здания мне специально прислал Хасконг для размещения их в Манинске. Спасибо ему. Также можно заметить не характерный для города раскрас зданий. Это сделано, чтобы город хотя бы в маленьких частях города не казался однотипным. Аэродром уже скорее придется тоже перенести. Лично я, строя тут этот аэродром, еще в третьей серии города, не ожидал того, что город так сильно разрастется именно в эту сторону. Я скорее думал развивать город уже на левой стороне реки. Но там есть одна проблема. Я хочу построить исторический центр города. Делать его со взгляда на западную или восточную Европу. Для меня это еще очень сильная дилемма. Да и особо я не умею в таком стиле строить. Поэтому для меня это будет еще и немаленькое количество усилий. В деловом районе было построено еще немного офисных зданий. Одно из них напоминает овал. Вообще, зачем строить разные здания в деловом центре, если можно откопировать и сделать как не Алекс? Ответ прост. Лично я считаю, что деловой центр это прежде всего уже современная постройка. Это не генплан СССР, где на самом плане в лучшем случае пару различных зданий. Деловой район это место, где я могу обустроить его так, как я того хочу. Поэтому, что сами советские районы можно увидеть у разных градостроителей, этому можно уже не удивляться. Отсмотря на различные здания разных форм, это выглядит даже интереснее. Поэтому застройка делового района займет еще немало времени и сил. Хорошо. Планы мои сложны, но что сейчас? Из мелких обновлений это мурал Тараса Шевченко на здании напротив управления метрополитена. Если хотите об этом узнать, как я это сделал, жду комментарии под видео. Также был возведен новый мост над рекой. Используется тип фантовых мостов, где трос крепится беспосредственно уже к самому полотну, а не к подвесам. Ночью данный мост выглядит намного лучше. Еще пару построенных зданий в Маевском районе и исправлены старые. На данный момент я пока их не достроил, но в скором будущем я их построю. Также перестроены такие развязки. Думаю, не стоит говорить, что они стали лучше. А теперь перейдем к зданиям. 111-162-1П и 111-162-2П. Харьковское 16-этажное одноподъездное здание, построенное в 60-70-х годах в СССР. Главное их расположение – район Салтовка, Харьков. П-57 – двестиэтажное здание, уже находящееся не только в Харькове, но и встречающееся в других городах постсоветского пространства. В Майнске находится трехподъездный тип. Итак, скорее, я очень долго думал и строил. Я сильно поменял свой стиль строительства за эти уже почти два года. Надеюсь, что вы можете поставить лайк и подписаться. С вами был и будет Гаманья. До встречи.